Генеральный партнер программы «Бардачок» – Харківський м'ясний ряд. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите очередной выпуск программы для автомобилистов «Бардачок». И на ваших экранах снова я, Александр Трепетин. Перемены в дорожном движении происходят постоянно. Вот только мало кто из водителей их своевременно замечает. Что поделаешь, привычными маршрутами мы водители ездим. По привычке, мало обращая внимания на знаки. А зря. Внезапное изменение к лучшему на минувшей неделе случилось на пересечении площадей Павловской Конституции с Армянским переулком. Давным-давно здесь из двух правых рядов движение было разрешено только направо. Гаишники, помнится, частенько дежурили за перекрестком, прививая нарушителям уважение к ПДД. Видимо, привили хорошо. Потому что знаки поменялись, а народ все так же опасается занимать второй ряд для проезда прямо. Теперь можно не напрягаться. С недавних пор движение по второму ряду разрешено не только направо на площадь Конституции, но и прямо на Павловскую площадь. Всего один знак поменялся, но проезд перекрестка существенно ускорился. Вот только пользуются изменениями лишь самые внимательные из автомобилистов. Остальные все так же дисциплинированно выстраиваются перед перекрестком, тщательно избегая второго ряда. Забавно смотрится. Ну ладно, постепенно водители привыкнут, распробуют новшества и будут меньше терять времени на данном перекрестке. Однако с заменой одного лишь знака перемены на выезде с Армянского переулка не ограничились. Тут еще и светофор поменялся. Исчезла дополнительная секция, которая разрешала правый поворот, а вместо нее возле красного сигнала обосновалась белая табличка со стрелкой. То есть теперь поворачивать направо можно при любом сигнале светофора. Что не может не радовать. Но, как всегда, имеется нюанс. Вернее, парочка. Первый – пешеходы. Напомню, что данная табличка разрешает поворот при запрещающем сигнале при условии предоставления преимущества другим участникам движения. И пешеходам в том числе. Пропускать нужно не только тех, кто переходит проезжую часть Армянского переулка, но и тех, кто идет по переходу через площадь Конституции. Ничего для водителей сложного в этом нет. Главное – не забыть и пропустить. А вот второй нюанс данного перекрестка способен существенно огорчить автомобилистов. Судя по поведению большинства поворачивающих с Армянского направо, мало кто знает, что поворот направо при запрещающем сигнале данная стрелка разрешает только из крайнего ряда. Когда зеленый горит, из двух рядов можно ехать. А при красном сигнале, несмотря на наличие знака, поворачивать можно только из крайней правой полосы. Это прямо прописано в пункте 873 правил дорожного движения. Если повернуть на красный со второго ряда, то это однозначно нарушение. И лично меня очень интересует вопрос. Такого нарушителя полицейские будут привлекать к ответственности за нарушение рядности или за выезд на перекресток при запрещающем сигнале? Хотя штраф в обоих случаях одинаковый. 425 гривен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Эпиграфом к следующему сюжету могла бы послужить слегка подзатертая фраза «Не стареют душой ветераны». Впрочем, как показала практика, не стареют раны автоспорта не только душой. В минувшие выходные на «Автограде» собралось весьма почтенное общество. Люди, чья жизнь была неразрывно связана с автоспортом на протяжении многих лет, и за плечами которых многочисленные старты и победы в различных видах автомобильного спорта. Ну а поводом для встречи стала возможность вновь сесть за руль гоночного автомобиля. У нас 15 человек, 15 человек это ветераны, ветераны, которые, ну собственно говоря, статус у них уже ветеранов. И все они изъявили желание, все они сейчас принимают участие в этом мероприятии. Это зимний слалом, он состоит из двух таких вот финальных заездов. И судейство уже определит, кто лучший по сумме двух заездов, ну у кого будет лучший результат. Поблажек ни для кого нет. Среди собравшихся 8 мастеров спорта СССР. В те далекие уже времена получить звание мастера спорта было значительно труднее. Тогда и требования для выполнения нормативов мастера были строже, и конкуренция выше. Да и подтверждать полученное звание нужно было ежегодно. Потому отточенные во множестве состязаний навыки даже спустя многие годы позволяют уверенно проходить слалом на незнакомом ранее автомобиле. Самый старший из участников Анатолий Кулинич свою спортивную карьеру начал в 1956 году. А завершил в 87-м. И до сих пор за рулем автомобиля способен показать класс. Сюда что привел? Ну, любовь к спорту, ностальгия по спорту. Без этого как-то трудно жить, бесспорно. Трасса для ветеранской покатушки довольно простая. Главное здесь не победа, а участие. Но соревновались всерьез. Все как положено. Регламент, судейство, стартовая ведомость, хронометрия, два зачетных заезда, даже группа поддержки. А в перерывах между заездами вспоминали былое. От этой вибрации, там трасса такая, знаешь, от этой вибрации ты уже расстался в руке. А в Киеве? А в Киеве? А в Киеве? А в Киеве? А в Киеве, когда ты вышел без носа? А, кто этот сам? Было всего. Истории, которые довелось услышать, если их перенести на экран, сделают честь любому боевику. Однако, помимо общения и соревнований, был у нынешней ветеранской встречи еще один повод. Привлечь внимание к необходимости строго выполнять правила дорожного движения и простые, но важные требования безопасности. Мы понимаем, что происходит сейчас на дорогах. Мы понимаем, какие проблемы у нас с безопасностью на дороге. Потому что каждый день сталкиваешься с такими ситуациями, когда едешь и смотришь, вот чего народ творит. Мы хотим привлечь внимание общественности к тому, чтобы, ну вот, правила дорожного движения, они максимально простые. Вот все, что тут не написано, оно имеет, оно имеет право на жизнь. И все эти правила, они создавались для нас же. Если мы начнем, вот, выполнять все эти правила дорожного движения, то на дороге ты действительно будешь ездить и получать от этого удовольствие, а не напрягаться. После награждения победителей и участников, инициаторы встречи поделились собравшимися собственными планами на будущее. Есть желание превратить такие ветеранские встречи из чисто харьковских во всеукраинские. Да еще и соревнования провести в формате зимних трековых гонок. Надеюсь, планы осуществятся, и мы через год увидим гонки звезд украинского автоспорта. Очередной страшно ужасный слух взбудоражил автомобильную общественность. Дескать, проверки полицейскими водителей на трезвость с помощью прибора Драгер незаконны, ибо сам прибор не может применяться в Украине. Срок сертификации давно истек. Поводом для появления таких слухов стала публикация в соцсети бывшего сотрудника главного департамента ГАИ Украины Геннадия Гребнева. Он сообщил, что срок сертификации алкотестеров Драгер Алкотест 6810 истек 10 февраля 2015 года и не был продлен. А в доказательство этого привел ответ заместитель министра здравоохранения Александра Линчевского на запрос адвоката Мороза. В документе сообщается, что в Государственном реестре медицинской техники и изделия медицинского назначения информация о Драгер Алкотест 6810 отсутствует. И никаких данных от уполномоченных органов оценки соответствия в Государственную службу Украины по лекарственным средствам не поступало. Таким образом, все проверки на алкоголь сотрудниками полиции могут быть якобы легко протестованы, так как для этих проверок используется не сертифицированное оборудование. Национальная полиция отреагировала данную информацию оперативно. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий в Facebook объяснил, что просроченная сертификация не делает алкотестер незаконным. По его словам, процедура регистрации больше касается взаимоотношений между производителями и поставщиками приборов в Украину. Закон не связывает сроки регистрации и эксплуатации оборудования. Что касается отсутствия Драгер Алкотест 6810 в Реестре медицинской техники и изделий медицинского назначения, то Александр Белошицкий подчеркнул, что введение этого реестра отменено постановлением Кабмина номер 1497. Окончание срока регистрации не влияет на технику, которая уже используется. Об этом идет речь в письме Украинского медицинского центра сертификации Министерства здравоохранения от 18 января 2018 года. Алкотестеры Драгер 6810, введенные в эксплуатацию с 10 февраля 2010 года по 10 февраля 2015 года, во время действия сертификации, могут использоваться при условии соблюдения условий калибровки. Калибровку, она же поверка, проходит каждый алкотестер нацполиции, так что использование приборов является полностью законным. От себя добавлю, что водитель, которому полицейские предложили пройти экспресс-тест, вправе требовать предъявления акта поверки прибора. И в этом акте следует обратить внимание на дату следующей поверки. Если она просрочена, то применять прибор полицейские не могут. Ну а если не просрочена, уже не отвертишься. Кондиционер в автомобиле появился еще в середине прошлого века, но до сих пор многие водители не знают, что включать его зимой можно и даже нужно. Зачем? Об этом в следующем сюжете. В общем случае, работа автомобильного кондиционера и любого другого кондиционера, и в том числе холодильника, основана на переходе хладегента, обычно фреона, циркулирующего по системе из газообразного состояния в жидкое и обратно. Если кратко, то холодный фреон в жидком виде поступает в салонный радиатор, где он поглощает тепло из салона, попутно активно подсушивая воздух. В это время фреон нагревается и испаряется, переходя в газообразное состояние, после чего он поступает в компрессор, который повышает давление и переводит фреон дальше во внешний радиатор, где он остывает и снова переходит в жидкое состояние. Критически важным во всем этом процессе является то, чтобы в компрессор поступал фреон исключительно в газообразном состоянии. Попадание в компрессор даже небольшого количества жидкого фреона приведет к его почти мгновенной смерти. Зимой в салоне автомобиля холодно, так что жидкому фреону, прошедшему салонный радиатор, может просто не хватить тепла, чтобы закипеть и испариться. Вот почему многие водители попросту боятся включать кондиционер зимой. Однако фреон, находящийся в системе под давлением, успешно вскипает при температурах около нуля. При несильных морозах этого достаточно для испарения, и кондиционер будет работать. А чтобы не ошибиться, автопроизводители внедрили в систему кондиционирования защиту от дурака. Кондиционер попросту не включится, если система решит, что на улице слишком холодно. Кстати, включение лампочки на кнопке кондиционера отнюдь не означает, что он заработал. Так что пугаться не надо. А зачем же все-таки включать кондиционер зимой? Ну, как минимум по двум причинам. Причина первая, чтобы продлить жизнь климатической установки. Как любой механизм, кондиционер портится от долгого бездействия. Смазка стекает в нижнюю часть системы, уплотнители пересыхают, и фреон вытекает наружу. Все, пора на СТО. Периодическое включение хотя бы раз в две недели, пусть лишь на 10 минут, резко уменьшает вероятность поломки кондиционера. Причина вторая. Включение кондиционера помогает избавить салон и стекла машины от лишней влаги. Снег и вода с ног водителя и пассажиров, да и само дыхание людей в салоне приводит к запотеваниям окон. Кондиционер может очень быстро избавиться от этой напасти, ведь он не только охлаждает воздух, но отбирает из него влагу. И не надо бояться заверзнуть при этом. Достаточно вместе с кондиционером использовать отопитель. Правда, и перестараться в этом деле тоже нельзя. Рекомендуется включать кондиционер зимой только при прогретом моторе, чтобы не перегружать холодный двигатель. Вот и все на сегодня. Очередной выпуск Бардачка подошел к концу, и мы расстаемся, как обычно, на неделю. Не забудьте включить ваш телевизор на наш канал в это же время. Ну а пока я, Александр Трепетин, прощаюсь с вами. Всего вам доброго. Ни гвоздя вам, ни жезла. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова